В 2015 году накопительная часть пенсии действительно будет заморожена. О причинах и следствиях этого рассказал на пресс-конференции исполняющий обязанности управляющего отделением Пенсионного фонда России Вячеслав Ойкин. Правда, с термином заморозка не согласился. Скорее так, средства, предназначенные на страховую и накопительную части, будут направлены только на страховую. Те средства, которые уже были уплачены, страховые взносы на накопительную часть пенсии, они так остаются за человеком, так на его лицовом счете размещаются, так же инвестируются, так же работают, то есть они никуда не деваются. Речь лишь только о тех страховых взносах, которые должны были бы поступать в будущем году на специальную часть лицевого счета застрахованного лица. А они будут, ну, видимо, так уж не будет принято, будут поступать не на специальную часть, а в общую часть лицевого счета, но на тот же самый лицевой счет человека. То есть они все равно будут закрепляться за человеком, за конкретным. Большинство цивилизованных стран давно перешли на такую систему. В пенсионном фонде уверяют, в тарифном отношении все останется по-прежнему. Просто взносы не будут делиться на накопительные и страховые, а целиком пойдут на страховую пенсию. По словам Вячеслава Ойкина, это не повредит, а наоборот, увеличит пенсионные права граждан. Пострадают разве что коммерческие фонды. Они-то и раздувают шумиху вокруг нововведений. Они рассчитывают на достаточно, ну скажем так, легкие взносы, которые идут в обязательном порядке, ежемесячно в некосударственные пенсионные фонды, прекрасно устроили, что называется. То есть мы говорим прежде всего о правах граждан. Они не страдают. Другое дело, что да, действительно, те некосударственные пенсионные фонды, которые в этой программе работают, они, конечно, этих денег недополучат. Но это рыночные структуры, они свой бизнес должны строить с учетом тех нормативов, которые у нас появляются. Поэтому это, что называется, риск их деятельности. На вопрос о том, что на общегосударственном уровне спровоцировало такие нововведения, Вячеслав Ойкин ответил уклончиво. В первую очередь это лучше защитит права граждан. Но не стал отрицать, что могли быть и другие предпосылки, в том числе экономические. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.